Жители села Римгорское ждали завершения строительства мечети ни много ни мало три года. Огромное здание, которое смело можно назвать произведением искусства, привело в восторг всех собравшихся на его торжественное открытие. Среди гостей – религиозные лидеры республик Северного Кавказа, представители правительства и парламента Карачаева-Черкесской республики, старейшины, а также местные жители. Торжественную часть начались чтения Корана. По наставлению муфти о Карачаево-Черкесии Исмаила Хаджибердиева, прочитал его будущий имам этой мечети. Я специально предложил, чтобы имам прочитал, чтобы все знали, кто здесь имам, кто здесь хозяин, чтобы никто не выходил перед него. Если он попросит кого-то прийти, прочитать хутбу, пожалуйста. Если нет, он сам это всё будет проводить. Новая мечеть также ставит задачи духовно-нравственного воспитания. Взрослые и дети смогут обучаться здесь чтению Корана и основам религии. Плюс будет проходить подготовка хафизов, людей, знающих Коран наизусть, от первого до последнего аята, все 600 страниц священной книги. Тот, кто знает Коран наизусть, этому можно только завидовать. Имея размер порядка одной тысячи квадратных метров, мечеть может вместить более тысячи прихожан. До этого верующим в Римгорском приходилось довольствоваться небольшим помещением, которое требовало ремонта и едва ли могло принять всех желающих. Мечеть была, если честно, чуть в плачевном состоянии. Как плачевно? Ну, надо было делать ремонт на старую мечеть. А теперь, слава Аллаху, новая мечеть. Будем ходить Аллах Айтам. Мечеть носит имя Хасана Хаджи Тамбиева, известного религиозного деятеля, который своими благими поступками заслужил уважение земляков. Именно по инициативе и при финансировании его сына Абубакира Тамбиева стало возможным её строительство. Он особо отмечает современный подход, с которым подошли к проектированию здания. Здесь внедрены самые последние информационные технологии, которые задают новый уровень коммуникации между верующими. В начале человек может несколько раз прийти здесь, узнать все эти технологии, получить наставления от преподавателя и дальше уже дистанционно обучаться. Очень много взрослых людей хотят обучаться чтению Корана, но они не имеют возможности ходить в мечеть каждый день на уроки. Дистанционно, поверьте, это всё очень хорошо можно организовать. После завершения торжественной части гости совершили первый коллективный джума-намаз в стенах новой мечети. Её смело можно назвать одной из самых красивых Карачаева Черкесии. Радмир Хасанов, Назир Капышев, Архыц, 24.